Их знаниям доверяют в помощь, верят, а за каждодневный труд благодарят. Социальное предпринимательство уже не первый год является важной частью жизни региона. В этой сфере частные учреждения образования и здравоохранения, репетиторские и спортивные заведения для детей, реабилитационные центры и пансионаты для лиц преклонного возраста, а также организации работодателей, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан. Тех, кто относится к своему делу с душой, собрали вместе в рамках форума «Импакт бизнес». Елена Гробова в 2018-м открыла нейропсихологический центр, а сегодня стала победителем в одной из номинаций областного этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Я понимала, что это очень благодатное, благодарное и очень любимое для меня дело, которое имеет личную историю. Я понимала, что все получится. Мы занимаемся патологией речи. Это наше основное направление, и поэтому к нам попадают дети раннего возраста. То есть мы пропагандируем именно раннее вмешательство, так как это позволяет в первую очередь добиться очень хороших результатов. Первые, наверное, наши клиенты пошли в общеобразовательные школы. Оказываем грантовую поддержку для социальных предпринимателей. Если мы в прошлом году выделяли порядка 14 предпринимателям грантовую поддержку, то 500 тысяч рублей у нас оказывается, то в этом году мы уже оказали поддержку до 26. Поэтому у нас в этом направлении идет рост. И, как сказывается, что и услуги, социально значимые услуги в этом направлении у нас растет. Не только отметить лучших социальных предпринимателей по итогу года. Еще одна задача форума – обменяться успешными практиками и действенными методами в работе. В нашем регионе в сфере общественно полезного бизнеса заняты свыше 400 организаций. Каждый предприниматель обязан быть социальным, в том числе. И он отвечает за своих сотрудников, за свои рабочие места, за создание новых рабочих мест, естественно. И тот продукт, который он выпускает, та услуга, которую он делает, она должна быть, естественно, социально ориентирована и приносить пользу обществу, пользу городу, нашей стране. Образовательная часть – это работа в режиме нон-стоп. В рамках мастер-классов и семинаров от экспертов из Москвы и Калининграда участники обсудили новые инструменты эффективного продвижения своих услуг на рынке. А также затронули вопросы по отраслевым направлениям бизнеса. С учетом отклика прошлого года, в этом году мы сделали концентрат из полезных и волнующих социальных предпринимателей тематик. Это темы, связанные с развитием дополнительного образования детей, как продвигать услуги дополнительного образования, где искать клиентов, как можно получить государственное финансирование. Планируем, что наши социальные предприниматели за счет формирования сообщества, за счет постоянной коммуникации и взаимопомощи станут сильнее. Кстати, информационным партнером этого форума выступил Медиахолдинг-экспресс. Победители в различных номинациях могут рассчитывать на освещение своей деятельности на наших ресурсах.